Здравствуйте, вы на канале Урал Спецтранс. Одним из направлений нашей деятельности является изготовление лесозаготовительной техники, ассортиментовозы, лесовозы на различных шасси с краноманипуляторными установками. Данная модель Урал 55-57 с лесовозным гидроманипулятором Велбаш. Лесовоз пока не продан, собирали его как опытный образец. Площадка нашего производства, хочу обратить внимание, я не помню рассказывал, а еще нет, про специальные усилители мы делаем, то есть мало того, что мы здесь железо используем, скажем так, раза в полтора больше, чем наши конкуренты. У них в основном фольга у нас достаточно крепкая. Плюс вот плита специальная, и конник опирается, помимо того, что он опирается в центральной части, он на специальных лыжах еще скользит по этой опорной плите. Ну и такой конник у нас достаточно крепкий. Площадка выполнена с пожеланием клиентов. Вот эти штуки это сделано, значит, если клиент ездит у нас с распуском с длинным дышлом, у которой есть рулежная крестообразная сцепка тросовая, вот это как раз для тросовой сцепки, то есть распуск едет и поворачивает за тягачом. Эта вот штука, это для крепления манипулятора. В случае, когда манипулятор, машина идет пустая, можно манипулятор развернуть назад, упереть стрелу сюда в кронштейн, собственно, она не будет болтаться. Она у нас везде такая идет, крепкая такая, дубовая, ну какая должна быть для леса. Видишь, фонарики у нас тут защищены. Я думаю, конкуренты так не делают. Или не все делают. Вот косыночки красивые, видишь, проварено все как. Вот рамничек мощный. И, собственно, сам манипулятор. Ну, про манипулятор чуть побольше расскажу. Пошли не поедем. Ну, нет, вот на этой поедем. Саня. Саня, поехали. Поехали. Есть место задвинуть ее за бак, да? То есть не поднимать, ездить с опущенной. А с той стороны обхожу, бак упирается. Ведь сколько лет уже вот эта вот стая, и все равно ничего не переделывается. Ты пишешь? Да. Этот раз пригонял вот тягач Варенгой. Ну, вот кипиш-то был тоже. Он говорит, ну вот зачем? Зачем я, говорит, вам высылаю фотографии? Вот он показывал. Вот смотри, вот ты пригнал, да, тягач заводской? Ага. Вот, вот смотри. Уралазовцы, слушайте внимательно. Какой тягач, вот ваше седло, да? И пойдем, говорит, покажу, какое вот мы делаем. Это как раз моему клиенту ты гоняешь. А то у кого надрамник трещит. Да, да, да. Да, да. Господа уралазовцы, когда ставите седло на свой Урал, думайте про подрамник. И вот он трещит. Приводит у меня в этот цех, он говорит, вот он, загнали новый Урал, говорит. И вот смотри, сразу же перейдем на седло. Не седло, подрамник. Подрамник, да. 150-й уголок, они туда загнали, весь обварили, там все, его невозможно уже сломать. И наш по сравнению с ним стоит. Не наш, уралазовский. Уралазовский. Да, но мы менять теоретически не имеем права, потому что машина заводская, серийная, гарантийная. Но надрамник действительно слабоват. Может, там и не 150-й уголок, может быть, и меньшим бы обошлись, да, железные? Ну, может быть. Но они, да, делают запасы. Заводское, заводское слабое. Господа уралазовцы, смотрите, прислуживайтесь. По кабине-то, вот как тут тесно у нас в кабине. И как в Next'е хорошо, да? Новый манипулятор производства завода «Вилмашсервис» появился он после того, как... Вот там значок «Палфингер» появился. То есть завод большую часть приобрел концерн «Палфингер». Ну, отчасти здесь применены решения, которые используются в манипуляторе «Палфингер». Собственно, анонсирует сам завод, манипулятор стал легче, и он стал быстрее работать. То есть данный манипулятор, название у него «ВМ-10Л», он является, скажем так, аналогом всем известного о МТЛ-97, но с улучшенными характеристиками. Основное отличие – большая скорость работы и меньший вес манипулятора. Значит, вот этот манипулятор, там, посмотрели на шильдике, заводской номер у него 17-й, то есть они вот только-только пошли. Вот это мы первую машину собрали с данным манипулятором. Вот. Как он будет работать, будем надеяться, что будет работать хорошо. Из более детальных технических отличий, значит, можно посмотреть на сайте производителя «Вилмашсервис». «Вилмашсервис», да. То есть там все нюансы расписаны прямо, как, чего, как. Ну, в общих чертах это большая скорость работы и меньший вес. Вот. Ну, защита гидроцилиндра появилась тоже вот. Про что мы говорили, да? На «Эпсил», а вот в передней части, видишь, гидроцилиндр защищен. Видишь, поднимается в этой части. Вот. Зацеп, значит, двойной зацеп здесь сделан. Самого грейферного захвата за стрелу и стрела цепляется. То есть раньше была проблема. Грейфер зацеплется, стрела провисает со временем. Гидравлика немножко перепускает, стрела провисает. Здесь вот они, видишь, сделали два зацепа. То есть стрелу, как зацепили, она так жестко висит и уже по кабине не бьет. Как не бьет кабину. Ну, у профессионала, который занимается именно всегда погрузкой-разгрузкой леса, манипулятор будет работать гораздо быстрее. Я думаю, здесь еще и обороты выставлены неоптимальные. Вот. На, значит, привод насоса. Ну, Саша у нас, он не профессионал в плане работы на манипуляторе, он профессиональный водитель. Поэтому он нам просто так немножко покажет. Продемонстрирует работу его. Саш, ты его подними максимально, вытяни, покажи, какой вылет. Значит, здесь вылет, по-моему, остался без изменений. 7,3 метра. Значит, на этой площадке сделан конник неоткидной. Видишь, он жестко прикреплен к БПП тросом. Есть вариант еще конник откидной. Когда оно так на бок откидывается целиком, площадки вырезы сделаны специально, он полностью так вниз между колесами падает. И можно всю пачку сгружать в сторону. Значит, на это, как правило, на крупных лесопромышленных комбинатах. Есть такие огромные разделочные доски, которые вот этот вес, весь лес туда отстаскивается лебедкой, и там уже его пилят. Как правило, это при хлыстовой перевозке, когда хлыст возят длинный сверхушкой. Частнику это не требуется. Частнику, как правило, заказывают конник неоткидной. И фары, фары, включи фары, о! Светло! Светло! Ночью лес воровать нормально будет. Хорошая машина, которая вывозит бревна из леса. А потом эти бревна экспортируются в Китай, Японию, в Финляндию. А потом обратно нам же поставляются. Да, потом обратно нам же уже поставляются. Ладно, если нам поставляются обратно в виде мебели из натурального дерева, да? А то нам же обратно поставляют эту... ДСП. ДСП, да. Да, вот это вот... Ну, то есть... Обидно. Господа, да. Мы за максимальную переработку древесины внутри страны. Не экспортируйте кругляк. Это вот только враги так делают. Вот Саша здоровый, да. Видишь? Здесь вот. К сожалению, так вот приходится. Это вот как раз-таки ручное. Да, ручное. А вообще на нем возможно гидравлическое? Ну, в данной комплектации они не сделали, но я думаю, что со временем будет. Да, это вот одна из первых моделей. Это 17-й манипулятор по заводской номеру. То есть они делают на него ставку. Вот тут они использовали другие стали. За счет этого облегчили конструкцию. Сохранив грузоподъемность. Время покажет, конечно, как он будет работать. Но я думаю, что с приходом австрийцев хуже не станет, станет лучше. Австрийцы все-таки это уже они же против себя-то работать и будут некачественную продукцию производить. Что-то мне тут холодное попало. Потрогай. Холодное. Это же коньяк, наверное. Бутылка на бутылку напарлинает. Что, Таня, что купил, что ли? Ну, это огнетушитель. Это аптечка для водителя. Покупайте у нас технику. У нас каждая печка будет по бутылке. По бутылке, но не для питья. В экстренных случаях только для суммета. Ну, красиво, да? Смотри, как видно нашу базу. Наша база. Скоро тут будет новый цех по выпуску комплексов. Ой, нельзя говорить, какие комплексы. Ты не говори. Ракеты? Не говори, ты что, тайну военную. Сейчас тут шпионы приедут сразу. Вот это фильтра идут. Это с машины или с манипулятор? С манипулятором. Все, что здесь, кроме коробки. Да, то есть, зип идет. Фильтра идут. Значит, здесь что еще у нас? Это, наверное, тоже. Это тоже фильтра. Хотя, что-то я тут не силен. Ну, в общем, это все. Да, это тоже фильтра элементов. То есть, четыре фильтра элементы идут. То есть, напорные, видимо, и сливные. Шланги идут. Это вот к машине ящик относится. Здесь у нас еще, давай посмотрим. Здесь, скорее всего, уплотнения идут какие? Нет, не уплотняем. Манометр. Манометр для измерения давления. А это, я так понимаю, скорее всего, переходник под манометр. То есть, ну, когда манипулятор какие-то, где-то перестает работать, то, значит, рекомендуется в определенных местах измерить давление. И, собственно, таким образом можно определить причину неисправности. Так, это паспорт у нас на ротатор. Ротатор у нас Балт Роторс прибалтийский. Делают его в Латвии. Ну, неплохой, кстати. Ну, РВД, РВД, и все. Зип кончился. А вообще, это же гидроманипулятор. А чем он отличается от кран-манипуляторной установки тогда? ГМ. А, значит, сейчас объясню. Значит, ну, гидроманипулятор и кран-манипулятор неправильно сказать. Они все гидравлические. Правильно сказать, чем лесной отличается от крюкового. То есть, разные требования к крюковым и к лесным. У лесного манипулятора, как таковой, стропочек отсутствует. То есть, оператор один, он сидит в кресле, управляет, поднимает лес, и стропочек его нет. То есть, нет угрозы какого-то, какой-то угрозы людям от груза. В связи с этим, к нему не такие жесткие условия по безопасности и по приборам безопасности, по приборам безопасности. Такие жесткие условия, как крюкового манипулятора. И, то есть, у него меньше всяких электронных систем блокировки, гидравлических систем блокировки. Он, собственно, быстрее работает. Здесь мотор, значит, сейчас я гляну. Вот, да, здесь мотор как раз старый, мы его не показываем еще. Здесь V-образная шестерка. Мы на следующей машине покажем V-образную шестерку, да, которая 65-654. Ну, чтобы клиенты все равно виделись. Ладно? Ну, все. Ну, все. Ладно, до свидания. На этом пока все. Не забывайте подписывайтесь на канал Уралспецтранс и оставляйте свои вопросы в комментариях. Всем пока.